Что вас беспокоит? Ну, по пределу упало, очень удачно. Пусть еще не беспокоит. Опухоль и синева. От простого ушиба до открытого перелома. В разгар гололедного сезона в отделениях травматологии ажиотаж. В среднем каждые сутки врачи принимают около 30 пациентов. В Алтайском крае травмоопасный сезон начинается глубокой осенью. Число пациентов с переломами в это время вырастает на 25-30%. К слову, весной ситуация еще хуже. Травм становится больше в два раза. Что касается зимней статистики, только за последний месяц от гололеда пострадало порядка 500 человек. Самые частые травмы – переломы лодыжек, голени, рук и шейки бедра. Причем последний – наиболее проблематичный в плане лечения. Особенно для пожилых людей. Во-первых, человек не может самостоятельно передвигаться. Во-вторых, когда в пожилом возрасте он уже имеет определенный букет сопутствующей патологии. Это и сахарный диабет, и гипертоническая, и, может быть, в инфаркте перенесенные инсульты, инфаркты. К подобным роду операциям, как эндопротезирование, мы подходим очень тщательно. И иногда не имеем возможности их провести из-за тяжести сопутствующей патологии. Однако, по словам врачей, в последнее время большая часть пациентов – молодежь. Они пожилые люди, как было в прежние годы. Такую тенденцию, по мнению специалистов, вызвала пандемия. Пенсионеры стараются все чаще самоизолироваться, а молодые по-прежнему активны. Оттого и переломы у последних случаются чаще. Возвращалась в магазин, переходила дорогу на перекрестке. Одну дорогу перешла, начала сворачивать на другую и упала. Вызвали скорую, прохожие люди. И меня отвезли сюда. То, что случился перелом, девушка поняла сразу. Нога была вывернута, анимела и болела. Сейчас пострадавшую готовят к высокотехнологичной операции. Остеосинтезу штифтом с блокированием. Это современный метод лечения, позволяющий вдвое сократить период восстановления. Однако, не все обращаются за помощью сразу, что нередко усугубляет ситуацию. Отсроченный метод лечения, он влечет уже в более глубокие последствия. Поэтому, если падение произошло, то в первые сутки, крайний срок второй, лучше обратиться к медикам. Избежать травм на льду, считают специалисты, поможет отказ от каблуков в зимнее время и более медленная ходьба. Не стоит также держать руки в карманах, чтобы была возможность сохранить не только равновесие, но и здоровье. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.